Производитель косметики и бытовой химии Unilever уберет слово «нормальный» с упаковки и из рекламы брендов косметики и средств личной гигиены в рамках запуска новой стратегии «Positive Beauty» – «Позитивная красота». Как говорится в пресс-релизе компании, эти изменения знаменуют наступление новой эры красоты – справедливой, инклюзивной и экологичной. Изменения затронут бренды Dove, Axe, Sunsilk и LiveBio. Отказываясь от слова «нормальный» в описании свойств продуктов, Unilever бросает вызов узким, как сказано, идеалам красоты, а также вносит вклад в прекращение дискриминации и выступает за более инклюзивное видение красоты. Компании отметили, что этот шаг станет лишь одной из мер в рамках «Positive Beauty». Согласно исследованию, в котором участвовали 10 тысяч человек из 9 стран, 74% опрошенных хотели бы, чтобы индустрия красоты и личной гигиены больше фокусировалась на том, чтобы люди чувствовали себя лучше, чем просто лучше выглядели. 56% считают, что индустрия красоты может заставить людей чувствовать себя изолированными. 52% сказали, что стали уделять больше внимания позиции брендов по социальным вопросам. 7 из 10 человек согласны с тем, что использование слова «нормальный» на упаковке продуктов и в рекламе оказывает негативное влияние. Дамы и господа, еще раз хочу вам повторить. Слово «нормальный» на упаковке продуктов и в рекламе оказывает негативное влияние. В таком мире мы живем. Среди респондентов от 18 до 35 лет так считают 8 из 10 человек. Кроме того, юный левер не будет изменять на фотографиях форму тела, размер, пропорции или цвет кожи человека, а также будет чаще задействовать в рекламе недостаточно, как сказано, представленные группы людей. Новая стратегия компании также предполагает содействие гендерному равенству, помощь в защите и восстановлении полутора миллионов гектаров земли, лесов и океанов к 2030 году, поддержку глобального запрета тестирования косметики на животных к 2023 году. Основатель и генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань передал около 40% принадлежащих ему акций компании в качестве подарка на сумму около 6 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на документы, подданные Zoom в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила Wall Street Journal. По данным издания, Юань перевел около 18 миллионов акций двум получателям, по 9 миллионов каждому из двух трастовых фондов, доверительными собеседниками которых являются сам основатель Zoom и его жена. Кто сейчас контролирует переданные бумаги, издание не сообщает. Цитирую распределение, то есть акций. Было произведено в соответствии с условием трастов Эрика Юаня и его супруги, так сообщил Reuters, представитель Zoom. Юань был крупнейшим акционером Zoom Video Communications с долей 15%. Он контролировал 40% голосующих акций компании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные Insider Score. Стоимость акций Zoom резко выросла на фоне пандемии, ведения самоизоляции и удаленной работы по всему миру. Все это побудило массы потребителей обратиться к серверам, к сервисам видеоконференции. Если 19 января 2020 года цена акции Zoom составляла 73 доллара, то 11 октября того же года она достигла 559 долларов, после чего начала падать. По данным Wall Street Journal, Юан перевел 40% своих акций компании 3 марта. К открытию торгов в тот день их стоимость составила 368 долларов 58 центов. После операции бумаги Zoom продолжили падение, а 8 марта торги закрылись на отметке 310 долларов 93 цента, свидетельствуют данные NASDAQ. Музыкант с Time Square, известный как «Голый ковбой», «Нейкед ковбой», был арестован по обвинению в мелком правонарушении за сопротивление аресту без применения насилия и обвинен в попрошайничестве во время работы на «Байк недели» в Дейтона Бич, штат Лорида. Об этом сообщает Associated Press. Судебные записи показывают, что 51-летний Роберт Барк известен своими выступлениями на Times Square в одних трусах, сапогах и ковбойской шляпе, причем в любое время года. Он был арестован в субботу во время выступления на ежегодном мероприятии на Атлантическом побережье Флориды. Офицеры полиции увидели, как люди засовывают долларовые купюры в гитару Берка после фотографирования и попросили его прекратить попрошайничать. Берк, согласно отчету, отказался следовать указаниям полиции. В результате завязалась потасовка, в ходе которой гитара ковбоя сломалась. Берк был освобожден из тюрьмы в воскресенье утром после первого слушания. И об этом свидетельствуют записи окружного суда в Алуси. Адвокат Берка из Вудсайда, штат Нью-Йорк, в судебных протоколах не значился. На видео, опубликованном на YouTube, можно наблюдать, как полицейский пытается затащить в патрульную машину, закованного наручники Берка, чья гитара все еще висела на ремне вокруг шеи. Роберт Берк, уличный исполнитель с Тайм-сквера, в 2020 году Берк зарегистрировал товарный знак «Голый ковбой» и начал выступать на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Хотя основное место выступлений – площадь центральной части Манхэттена, он при этом регулярно гастролирует по всей стране, выступая в том числе в родном штате Огайо. И кроме того, музыкант записал два альбома. В Соединенных Штатах, в округе Нью-Эйго, это штат Мичиган, школьник случайно взорвал бомбу, сообщает местная полиция. Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу, так говорится в сообщении полиции в Твиттере. По данным властей, в результате взрыва были ранены 4 одноклассника, а также сам ученик, принесший взрывное устройство. Позднее в полиции уточнили, что в больницу с легкими травмами обратились родители нескольких учеников, а также классный руководитель. Из-за ЧП ученики образовательного учреждения были эвакуированы. В мае 2019 года, напоминают газеты, в США были арестованы трое 16-летних подростков по подозрению о подготовке взрыва бомбы в школе. Нью-Йорк-Пост со ссылкой на местный полицейский департамент писала, что подозреваемые обсуждали свой план, когда ехали в автобусе домой. Их разговор услышали сразу несколько учеников, которые сообщили об этом школьному администратору. Он передал эту информацию в полицию. В ходе обысков дома у подростков полицейские нашли книгу, в которой рассказывается о том, как в домашних условиях изготовить взрывные устройства. Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту Джо Байдену и его супруге Джилл, были из-за агрессивного поведения выселены из Белого дома и возвращены в семейный дом президентской четы в штате Делавер. Об этом сообщила телекомпания CNN. Причиной выселения, по данным телекомпании, стало нападение пса по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома, он был укушен. Насколько сильно пострадал охранник, не уточняется. В целях предосторожности из Белого дома решено было выселить и вторую овчарку по кличке Чемп. Обе они теперь будут находиться в Делавере, пока не завершится президентство Байдена. В Белом доме пока никак не прокомментировали этот инцидент, а по сведениям CNN, трехлетняя овчарка Мейджор и ранее демонстрировала агрессию, облаивала сотрудников президентской резиденции и бросалась на них. Чем, которому около 13 лет, не был замечен такой агрессивности. Оба пса въехали в Белый дом через несколько часов после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января. В прошлом месяце в шоу певицы Келли Кларксон-Джилл, не привыкших находиться в окружении большого числа людей, псов, просто сдерживали их порыв, домашних этих питомцев, во время концерта. Им приходится пользоваться лифтом, а они к этому не привыкли, и они вынуждены гулять на южной лужайке Белого дома, где за ними наблюдают очень много людей. Так что мне приходится за всем этим следить, всех сдерживать и успокаивать, заявила тогда первая леди. В то же время она призналась в том, что собак мало в чем ограничивают, разве что стараются держать подальше от мебели. А так они бегают повсюду, сказала она. Мейджор, как сообщалось ранее, был взят Байденами из приюта. Delaware Human Association в 2018 году, после того, как их дочь Эшли показала им объявление в Фейсбук. А Чемпа супруги приобрели в 2008 году у заводчика. Собак в Белом доме держали многие американские президенты. Вообще, эта традиция была прервана с вступлением в должность 45-го президента Дональда Трампа, которому, по его словам, было не до домашних животных. В ходе своей предвыборной кампании Байден активно использовал своих питомцев для привлечения электората. «Давайте вернем собак в Белый дом», написала в начале ноября в Твиттере. Ну, теперь, сказали работники этого дома, Белого, «давайте вернем собак к вам домой в Delaware». Так и получилось. В возрасте 85 лет ушел из жизни американский режиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии «Оскар» 1997 года в категории «Лучший документальный фильм» Леон Гаст. Об этом сообщила коллега-кинематографиста Мэри Блаунштейн на странице Facebook. Он был великим режиссером, человеком, несущим совершенную радость, очень любимым и дорогим мне другом, написала она. Гаст родился в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, окончил Колумбийский университет, он занимался кинематографией с конца 1960-х годов. А свой первый фильм режиссер снял в 1972 году, а последний – в 2015. Как отмечает Hollywood Reporter, документальная работа «Когда мы были королями» 1996 года получила специальное признание жюри на Sundance. «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» и приз «Spirit Award», также эта кинолента получила, она рассказывает историю о бои между известными боксерами Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, который состоялся 1 октября 1975 года. Ну и Букингемский дворец официально прокомментировал интервью, которое дали принц Гарри и его супруга Меган Маркел, опри Уинфри. В заявлении, опубликованном в канцелярии королевы Великобритании Елизаветы II, говорится, что слова Маркел о российских высказываниях в адрес ее и сына Арчи со стороны членов королевской семьи вызывают беспокойство. Вся семья, с сожалению, узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно проблема расизма, вызывают озабоченность, хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться в частном порядке. Гарри и Меган и Арчи будут всегда любимы королевской семьей, так говорится в заявлении. Ранее британские СМИ сообщили, что утром Елизавете II было предложено подписать стандартный ответ, но она отказалась это сделать, сказав, что ей необходимо подумать над ответом и формулировками. Напомню, что интервью вышло на американском телеканале CBS 7 марта. В нем керцегина Сассетская Меган Маркел и ее муж принц Гарри подробно рассказали о причинах, побудивших британскую королевскую семью уехать в Америку. Но Меган призналась, что после свадьбы чувствовала себя настолько одиноко, что ее даже посещали мысли о самоубийстве. Мы подробно уже об этом говорили. В общем-то, достаточно скандальное интервью, в котором Меган Маркел показала, что никаких традиций она не чтит и никаким законам королевской семьи она подчиняться не желает и не желала. Уважаемые дамы и господа, время передачи «Стекло». Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok